Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. И также идет набор на онлайн-курс «Волшебный пендель. Деньги», который начнется в марте. Да, они одновременно начнутся. И большой трехмесячный курс по написанию сценария полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. И начнется короткий курс, месячный. Он будет идти в течение марта. Короче, что я сегодня вам хотел сказать. Я назвал эту трансляцию, у меня очень плохое предчувствие. И вот именно об этом-то я вам хочу рассказать. Дело в том, что это речь не о каких-то мистических предчувствиях или каких-то, не знаю, астрологических прогнозах и так далее. Дело чисто в ощущениях. Все-таки писатель, он всегда является неким инструментом очень чувствительным. То есть мы, помимо того, что мы анализируем информацию, и помимо этого, да, мы пропускаем через себя огромное количество информации. Помимо этого, мы еще реагируем на какие-то тонкие раздражители, да, то есть на какие-то, ну, на какие-то настроения, да, то есть мы видим, что люди пишут в комментариях, как люди разговаривают и вообще вот что меняется в воздухе. И вы помните, что я в сентябре за полгода до событий, которые начались в феврале, я примерно за полгода писал, прям несколько постов у меня было, что вот, ребят, прям вижу, слышу какой-то гул, нехорошее очень ощущение, что как бы не война. Вот, и я потом вытаскивал эти посты и показывал. И вот понятно, да, что продолжается то, что продолжается, уже 11 месяцев. И вот сейчас, последние несколько дней, примерно последнюю неделю, я чувствую, что прям вот надвигается какая-то тьма. То есть у меня очень-очень плохие предчувствия, что произойдет что-то очень-очень-очень плохое. Где произойдет конкретно, я не знаю. Что произойдет конкретно, я не знаю. Можно предположить. Да, но я думаю, что в течение следующего, там, примерно месяца все будет очень-очень плохо. Вот, и, соответственно, дальше что с этим делать? Да, то есть это не результат какого-то анализа, да, что вот такие новости произошли, вот такие-сякие новости произошли. Нет, здесь дело не в новостях, а дело именно в ощущении. То есть я вижу, что просто люди как-то начали себя вести, да, и самое главное, вот прям в воздухе чувствуется вот эта какая-то надвигающаяся тьма. Вот, бежать некуда, сделать ничего нельзя по этому поводу. Поэтому что делать? Я не знаю. Мне кажется, что, ну, надо, по крайней мере, как-то голову беречь. Вот, а голову беречь можно как? Ну, сокрывшись куда-то. Вот, и мне кажется, что это вполне себе такая стратегия. И так же, как вот все это время, то, что помогало каким-то образом выживать, это наша сценарная мастерская, да, то есть когда ты уходишь, как в монастырь, прячешься от этого безумия мира, да, и по крайней мере не принимаешь в этом участие. Вот. Это моя стратегия. Да, у вас может быть какая-то другая стратегия. Поэтому, если вы хотите сохранить свое душевное здоровье, да, то единственное, что я вам могу предложить, я могу предложить наше убежище, нашу мастерскую. Там, по крайней мере, я внимательно слежу за тем, чтобы туда никакие, никакие всполохи снаружи не проникали. Будет правильная ли эта стратегия, да, это сложно сказать. Но потом выйдем, пройдет какое-то время, если мы выйдем, если мы все выживем, да, тогда уже можно будет как-то обсуждать и понимать. Вот. Поэтому, друзья мои, я... Очень-очень сложно, прям реально сложно. И настроение, вот последние несколько дней, да, я всегда, вы, там, те, кто меня смотрит, те, кто слушает, те, кто видит подкасты, да, всегда я был энергичный, всегда, как бы, всегда хотелось что-то делать, а тут просто настроение такое, что просто лежать и ничего не делать. А вот, ну, мне это претит, мне это не подходит, да, а сделать что-то, что изменить, да, предотвратить невозможно, да, то есть, такие силы задействованы, такие факторы огромные, масштабные, да, что ничего нельзя сделать. В итоге единственная, на мой взгляд, правильная стратегия, это, во-первых, делать что-то, делать хоть что-то, да, то есть, если я могу, что я могу? Вот могу эти видео записывать, вот, окей, я для себя решил, что я буду записывать, там, одно видео каждый день. Не планируя, не пиша сценарий, да, то есть, вот, что у меня на душе, что у меня в мыслях, да, вот то и буду рассказывать. Вот сегодня третий выпуск такой. Спонтанно просто буду садиться, включать, прямо с телефона, да, без всяких этих самых, без наушников, без микрофона, без камеры, вот, что полная спонтанность. Да, то есть, вот делать что-то. И плюс, все-таки стараться собрать людей, то есть, я вижу, вы понимаете, я вижу вот все это время, да, людей, у которых головы взрываются, да, то есть, огромное количество информации меняется, рушится все, и люди просто не вывозят. Вот, и дальше начинается такая штука, да, у человека взрывается голова, и человек начинает там бегать и орать безумно. И в моем окружении, близком, тоже довольно много таких людей, которые там начинали мне вдруг в личку писать что-то там совершенно безумное. Ну, приходится изолировать себя от таких людей, ограждать, просто для того, чтобы свою психику сохранить. Вот. И, соответственно, моя задача, моя главная задача, как я ее считаю, да, сохранить мастерскую именно как место, как культурный феномен, если угодно, да, как место, в котором можно сохранить себя. Потому что очень многие люди сейчас делают такие вещи, за которые им совершенно точно через какое-то время будет стыдно. Я стараюсь таких вещей не делать. И, соответственно, я стараюсь следить за тем, чтобы мои ученики тоже таких вещей не делали. А самое простое и правильное, что можно сделать, да, для того, чтобы себя уберечь, это собраться в некую группу, да, закрыться толстыми стенами и там спрятаться. Вот. И наш год денег, которые мы делаем, да, наш вот этот проект с подарками вселенной, да, они все именно для этого предназначены. Для того, чтобы, во-первых, защитить нас, защититься от всего этого негатива, который валится со всех сторон. А во-вторых, для того, чтобы выпускать по чуть-чуть, по чуть-чуть выпускать свет в эту тьму. Хотя бы тоненький-тоненький лучик, тоненький ручеек чистой воды в это замутненное огромное море негативных эмоций, которые полыхают. Такое ощущение, что просто вообще все сошли с ума. Вот. И протрезвения пока я не вижу. Поэтому, друзья мои, к чему весь этот спич? Давайте, короче, прятаться в мастерской. Будет плохо, будет хуже. И надо для себя найти способ, найти способ вот следующие два месяца, месяц следующий будет совершенно точно сложный, но, скорее всего, февраль и март будут очень-очень-очень тяжелые. Будет очень много, очень плохих событий. Вот. И для того, чтобы это время пережить, должно быть дело, какое-то, да, ну вот у нас в мастерской есть дело, да, нужно слушать уроки, нужно делать домашки, да, нужно отвечать на, там, мои вопросы и так далее, и так далее. Вот. И... И нужно защититься от этой огромной волны негатива, которая идет со всех сторон. Вот то, что я вам сегодня, друзья мои, хотел рассказать. С вами все в порядке и увидимся в мастерской. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok